Девушка из Индии, она занимается конкретной работой, она в скорой помощи работает. Но здесь говорили и о биологии. Многие здесь специализируются на этом и знают, что это такое. Многие увлекаются другими вещами и пока не очень погружены. Я только замечу несколько вещей. Вот генная инженерия, которая, безусловно, даст нам потрясающие возможности в области фармакологии, новых лекарств, изменение человеческого кода, если человек страдает генетическими заболеваниями. Замечательно, ведь это так хорошо. Но есть и другая составляющая этого процесса. Что это значит? Это значит, что человек приобретает возможность влезать в генетический код, созданный или природой, или люди с религиозными взглядами говорят Господом Богом. Последствия практически какие из этого могут наступить? Это значит, что уже можно это представить, даже не очень теоретически, а уже можно практически представить, что человек может создавать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, это может быть гениальный музыкант, но может быть и военный, человек, который может воевать без страха и без чувства сострадания и сожаления и без боли. То есть, вы понимаете, человечество может вступить и, скорее всего, вступит в ближайшее время в очень сложный и очень ответственный период своего развития и существования. И вот то, о чём я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы. Когда мы что-то делаем, и чем бы мы ни занимались, хочу повторить эту мысль ещё раз, мы никогда не должны забывать про нравственные, этические основы нашего дела. Всё, что мы делаем, должно идти на пользу людям, укреплять человека, а не разрушать его. Я именно этого и хочу вам пожелать. Спасибо вам большое. Спасибо.